всем привет сегодня у меня husaberg fe 350 2014 года заехал он на замену поршня вот сейчас соответственно будем поршень менять для этого сейчас сниму все лишнее то есть обшивку бак выхлопную трубу защиту двигателя ну чё поехали сейчас слил тасол сливается вот с этой с этого болта тасол слил болт закрутил на место сейчас буду снимать радиаторы и выхлопную трубу выхлопная труба снимается просто откручивается две пружины 1 уже снял потом откручивается вот этот болт и отщелкивается вот этот пружинный глушитель у нас будет свободном полете так дальше так глушите снят колено мы оставляем потому что его отсюда так не вынет и она в принципе мешать больше не будет радиаторы сняты этот радиатор я до конца снимать не буду потому что там нету соединения на проводе датчика температуры вот этого я не буду его трогать он мне мешать не будет дальше мы отсоединяем верхний крепеж двигателя убираем катушку отсоединяем дроссель и соответственно приступаем к разбору головы ну так же еще найдем мир верхнюю мертвую точку потом и будем уже менять поршень так чтобы снять вот этот дроссель нужно ослабить вот этот хомут потом открутить тут подрамник немножко путить опустить хвост тем самым сделать тут натяг небольшой между дросселем и башкой и соответственно сдергивает дроссель с головой сейчас буду это делать сейчас снял с него воздушный фильтр вот он какой класс владельцу покажу и так дроссель снят шланг картерных газов снят датчика отсоединен приступаем к снятию клапанной крышки и проверки зазоров впускных и выпускных клапанов так сейчас выставляем верхнюю мертвую точку но я как бы и уже выставил сейчас просто покажу как ее фиксировать в общем здесь вот внизу откручивается болт там вот есть прорезь это коленвал вот в коленвалу стоит прорезь в эту прорезь берем этот же болт который там был убираем вот эту вот шайбу толстую мы убираем и соответственно без нее вкручиваем до упора сильно не затягиваем и соответственно волна стопориться блять сейчас на месте проверил зазоры в клапанах впуск должен быть 0 10 0 15 выпуск 0 15 0 20 соответственно впуск у него в норме выпуск тоже в норме поэтому регулировать их не нужно дальше соответственно что мы делаем мы снимаем натяжитель цепи это очень капризное место на этих двигателях бывает так что после сборки в натяжитель он гидравлический и масло не набирает нужное количество и соответственно не держит натяг и цепь перескакивает при первом запуске поэтому после сборки двигателя обязательно нужно его заводить без без свечи то есть просто покрутить чтобы убедиться в том что цепь у нас не перескакивает и уже дальше собирать двигатель это очень слабое место на данных двигателях и вообще я рекомендую ставить механический натяжитель цепи сейчас покажу Tom выглядит вот у меня на мотоцикле такой же соответственно двигатель и вот у меня стоит вот такой вот механический натяжитель то есть там сохраняется оригинальный натяжитель и в него еще вкручивается такой контрольный болт чтобы натяжитель соответственно в нужный момент не отказал как для страховки держитель снят оставляем его в открытом состоянии не надо его сжимать выгонять оттуда масло потому что потом как я говорил может произойти веселый случай блядь когда у вас переискочит цепь поэтому его не трогаем цепь грэм у нас ослабла привязываем к ней веревочку я обычно так делаю ну что цепь у нас туда не рухнула когда еще сниму валы и соответственно снимаем валы постель и потом уже будем приступать к снятию головы распредвалы сняты сейчас будем снимать голову для этого откручиваем 4 болта 4 гайки 1 2 3 4 и одну вот эту маленькую поехали так голова снята сейчас снимаем цилиндр и прокладку так ну что теперь самое интересное поршень снят сейчас я сниму эту прокладку также надо проверить шатун на вот такое вот биение продольное оно должно составлять ну не более миллиметра он чуть-чуть как мы видим ходит но самое главное биение вверх-вниз тут шатун стоит мертвым соответственно после 200 часов пробега а данный мотоцикл прошел 200 моточасов двигатель ни разу не скрывался это первая замена поршня в его жизни после 200 часов пробега мы видим шатун что в идеальном состоянии ну а соответственно теперь посмотрим каков поршень после 200 часов пробега поршень оригинальный вот мы видим следы износа на юбках соответственно поршень то уже надо было поменять пораньше сейчас будем ставить вот этот поршень оригинальным тоже ктм поршня у них одинаковые на трех мотоциклах это ктм xc 350 хусаберг фе 350 и husqvarna te 350 вот степень сжатия у них 12.3 у кроссовых мотоциклов степень сжатия на таких двигателях 313 половины так ну что сейчас начнем устанавливать новый поршень менять прокладки ну соответственно дальше собирать двигатель поршень в цилиндре кольца одеты это достаточно такая трудоемкая процедура поэтому это делается заранее они там на месте потому что там это будет воткнуть нереально вообще все теперь устанавливаем цилиндр прокладка уже стоит все подготовлено также лучше постелить какую тряпочку потому что если вдруг у вас будет вдруг упадет стопорное кольцо она может провалить в картер и потом все половине движок только итак палец установлю предварительно с одной стороны сразу устанавливаем стопорное кольцо цилиндр весь смазываем матюльком и соответственно устанавливаем цилиндр уже на двигатель так стопорное кольцо воткнуто поршень установлен цилиндр установлен теперь начинаем процесс сборки двигателя ну все в обратной последовательности установлен на место сейчас установил прокладку но предварительно все зачистил перед этим и теперь ставлю голову голову установил сейчас буду ее затягивать затяжку я делаю крест-накрест чтобы прокладка хорошо легла на поверхность цилиндра затяжка осуществляется строго динамометрическим ключом с моментом около 50 ньютон я делаю чуть больше почему потому что прокладка через какое-то время проседает и соответственно затяжка уменьшается поэтому я делаю где-то ну 55 там 60 ближе так сейчас я буду это делать итак голова затянута теперь устанавливаем валы вал сначала устанавливаем впускной потом выпускной так мотоцикл собран сейчас будет первый запуск так что я буду делать итак Всем удачи! Пока!